Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки Один из видов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки По численности личного состава и количеству летательных аппаратов являются самыми крупными военно-воздушными силами в мире По состоянию на 30 сентября 2007 года численность ВВС США составляла 328,6 тысячи человек на действительной службе Кроме того, 117 497 человек числилось в резерве, а 106,7 тысячи человек ВВС Национальной Гвардии На вооружении имелось 4093 пилотируемых летательных аппарата Около 156 беспилотных летательных аппаратов 2130 крылатых ракет воздушного базирования 450 межконтинентальных баллистических ракет В современном виде ВВС США были сформированы 18 сентября 1947 года, вскоре после завершения Второй мировой войны До этого момента они находились в составе армии США Организационной структуры, предшествовавшей ВВС США Воздухоплавательное отделение Корпуса Связи США Авиационная секция Корпуса Связи США Отделение военного воздухоплавания Авиационная служба армии США Воздушный корпус армии США Военно-воздушные силы армии США История Вторая мировая война Участие с 1941 по 1945 В составе армии США Потеряно 41 575 самолетов По официальным данным На территории США Произошло 52 651 Одно летное происшествие Гуманитарные операции ВВС США участвовали во многих гуманитарных операциях, в том числе Операция Бобилифт, операция Провид Хопп, операция Провид Промисс, операция Провид Релив, операция Рьюнифиет Ассистанос Структура Административная структура ВВС США Определяется Конституцией И включает в себя Министерство и штаб ВВС 11 основных командований И 27 учреждений на правах командований В том числе 17 управлений 7 центров и 3 учреждения Центрального подчинения Административное и политическое руководство Военно-воздушными силами Осуществляет министр ВВС США Дебор Али Джеймс Начальник штаба ВВС Генерал Марк Уэлш Не имеет полномочий по непосредственному оперативному руководству Но отвечает за боевую и организационную подготовку ВВС Управление военно-воздушными силами осуществляется через штаб ВВС Расположенный в Пентагоне в округе Арлингтон, штат Виргиния Штабу ВВС подчиняются командование ВВС И части непосредственного подчинения Командование ВВС подразделяется на воздушные армии Отдельные крылья и другие отдельные части Крылья состоят из групп Каждый из которых включает несколько эскадрильей Состоящих в свою очередь из нескольких звеньев Командование ВВС Боевое авиационное командование Включает первую, восьмую, девятую, двенадцатую воздушные армии Центр боевого применения ВВС Учебное авиационное командование Включает вторую воздушную армию Девятнадцатую воздушную армию Военно-воздушный университет Служба рекрутирования ВВС и отдельные части Командование воздушных перевозок Включает восемнадцатую воздушную армию И экспедиционный учебно-научный центр Командование материально-технического обеспечения Включает производственные исследовательские и логистические центры Командование резерва ВВС Включает четвертую, десятую и двадцать вторую воздушные армии Космическое командование Включает четырнадцатую и двадцатую воздушные армии Центр космических разработок и инноваций Центр космических и ракетных систем Командование ВВС в зоне Тихого океана, включая 5-ю, 7-ю, 11-ю и 13-ю воздушные армии, командование ВВС в Европе, включая 3-ю и 17-ю воздушные армии, командование специальных операций ВВС, включая 23-ю воздушную армию ВВС Национальной гвардии. Глобальное ударное командование, создано в августе 2009 года, объединит под единым командованием стратегические ядерные силы ВВС, 20-я воздушная армия войдет в подчинение командованию в декабре 2009 года, а в феврале 2010 года 8-я воздушная армия, боевой состав. Боевой состав по состоянию на начало 2009 года, техника и вооружение Астериск, Астериск, все данные указаны согласно изданию The Military Balance 2014, в таблице не использованы данные военно-морской авиации и сил специального, назначения, опознавательные знаки, знаки различия, военно-служащие, рядового и сержантского состава, офицеры, состояние авиационного парка. По состоянию на 2012 год США обладают наибольшим парком летательных аппаратов в мире, данный факт накладывает особую финансовую логистическую и управленническую нагрузку на ВВС страны. Задержки в исполнении таких программ, как GSF, призванных обновить парк авиационной техники, привели к некоторому дефициту истребителей. Среднее время эксплуатации самолетов тактической авиации составило 20 лет. На начало 2010 в ВВС США находилось 2076 истребителей, а на начало 2011 года эта цифра составила 1830. Списано 246 самолетов F-15, F-16. Истребители данных типов уже не производятся для ВВС США. Кроме того, средний налет в год для каждого самолета составляет 300 часов, поэтому ресурс самолетов приблизился к назначенному. Предполагается изучить возможность продления ресурса F-16 до 24 тысяч часов, F-15 секунд 8 тысячами до 32 тысяч часов. На 21 августа 2013 года в ВВС США находилось 1356 истребителей, средний возраст. B-52 50 лет, B-1 36 лет, F-15 28 лет, F-16 21 год, F-22 6 лет, A-10 28 года, F-35 05 лет, C-130 34 года, C-5 26 лет. В связи с данной ситуацией, ВВС США проводит более тщательное техническое обслуживание и регулярную модернизацию авиационной техники с продлением ее ресурса использования. Так например B-52, а с 1960-х годов прошел десятки модернизации и далее будет несколько раз модернизирован в 2014, 2015 и 2020 годах. А варианты модернизации F-16C версии F-16A от B-1 в 1980-х годах, к настоящему времени достигли уровня F-16E F-60. Поставки EAM-120 в 2011 году составили 138 штук, в 2012 году намерены приобрести 113 штук. Поставки ракеты EAM-9X в 2012 году в финансовом году составят 193, в 2013 году 314 ракет. В планах также сокращение на 7 эскадрилья из 60 сокращений подлежат 102A-10C, 21F-16, 27C-5A Galaxy, 65C-130 Hercules, все 38C-27 Spartan. Планы закупок вооружения на 2012 год. Продолжение следует...